Приветствую вас. Полагаю, вы не будете спорить с тем фактом, что ваш начальник ведет себя непрофессионально, некорректно, неподеловому и, вообще-то говоря, нарушает этику деловых отношений. И предположим, предположим, что он действительно на ваше место присмотрел другого человека. Но он мог вам совершенно спокойно сказать, что ваша работа в целом его устраивает. Что она ему нравится, что он ею доволен, но просто правила делового, так сказать, оборота, правила выгоды, его личные предпочтения указывают на то, что, значит, ну, должен быть другой человек. То есть, на ваше место придет другой. Дело здесь не в вас, а дело здесь в том, что начальник так считает и так далее. Но вот в чем беда. Ваш начальник почему-то так не сделал, почему-то он так не поступил. А это значит, что он явно позволил личным каким-то своим, ну, я не знаю, убеждениям, личным своим каким-то, может быть, взглядом, может быть, чувством смешаться в данную ситуацию. Как вмешаться? Еще раз повторю главное. Если он, начальник, хочет, чтобы вы перестали с ним работать, в этом ничего ненормального нет. Ну, вообще-то говоря, его начальника прямообязанность постоянно следить за кадром. Это совершенно нормально, то, что он делает. Но ненормально. Как он это подойдет? Вот это является ненормальным. И вам на этом моменте нужно заострить свое внимание. Почему человек так себя ведет? Что заставляет его так себя вести? Явно не профессиональные какие-то цели. Явно что-то личное. А если что-то личное, то и обращать внимание на это явно не стоит. Человек, попросту говоря, на вас проецирует свои проблемы. К сожалению, это именно так. Да, это неприятно. Очень неприятно. Неприятно, когда уважаемый, вроде как, человек, ночами, тем более в возрасте, ведет себя подобным некрасивым, хамским и вообще, даже я бы сказал, детским поведением. Но, единственное, что вы можете сделать, это оставаться в рамках трудовых отношений. То есть, на его какие-то фразы, на его откровенные, явные придивки к вам не отвечать вообще. Потому что, ну, не имеет смысла разговаривать с человеком. Он явно, как бы, наобцелен только за себя. Его интересует только то, чего он хочет и ничего больше. Можно, в рамках, опять-таки, трудовых отношений, обратиться к высшестоящему начальству, например, к тому же директору. И выяснить стратегию кадровой политики. То есть, если человек действительно какой-то есть на ваше место, то вам нужно знать, когда, в какие сроки, как он будет назначен. Но до той поры попросить, обязательно попросить, поговорить директора, например, с начальником, чтобы он, значит, этот самый директор, провел беседу с начальником, на предмет того, что тот мешает вам, по сути дела, работать. И вот этот момент является, наверное, самым главным. И что не нужно отвечать начальнику той же монетой, что он говорит с вами. Будете вступать с ним в препирательство, будете как-то пытаться что-то ему, там, я не знаю, доказать, там, что-то объяснить, что-то ему внушить. Ничего хорошего из этого не выйдет. Начальник взрослый человек. И он преследует свои цели, когда пытается вас вот так вот сместить с вашей должности, если это действительно так. И это значит, что вам не подвластно его поменять. Потому что он начальник, он считает, что он прав. Но в том ключе, в том контексте, в каком его поведение по отношению к вам является непрофессиональным, вот в этом контексте нужно что-то менять. Нужно сделать так, чтобы человек перестал вести себя с вами по, ну, совершенно по-хамски, и стал вести себя как уважающий себя же профессионал. А для такого подхода самым правильным вариантом будет вариант третий. Когда вы совершенно не обращаете на него внимания, хочет кричит, хочет не кричит, вы перестали воспринимать его как серьезного человека, потому что, ну, объективно, я надеюсь, понятно, серьезные люди так себя не ведут. Понять, что у вашего начальника есть проблемы, внутренние проблемы, которые мешают ему вести себя адекватно. Соответственно, к нему относиться по этой причине жалостью, потому что, ну, проблемы могут быть у всех, но только люди, настойные жалости, выносят эти проблемы на, например, свой коллектив, свою профессиональную деятельность, они эти проблемы выносят. Это поведение жалкости человека, поведение несерьезного человека, который себя не уважает и не ценит. И что гораздо более важнее, такой человек не ценит других людей. В данном случае, например, он не ценит вас. И объективно, объективно, то, что происходит сейчас, является нам, вообще-то говоря, подпадающим под штрафные санкции и поведение. И если вам он, начальник, то есть откровенно мешает, если он мешает вам работать, если он создает нездоровую атмосферу в коллективе, то он вредит работе все организации. Вредит работе всей фирмы. Если это так, если он вредит работе всей фирмы, то вы можете обратиться с этой проблемой к высостоящему начальству, чтобы оно приняло меры. Если начальство адекватное, если начальство, как бы, ну, все понимает, оно в мере принято. Да, вы можете сказать, что это типа как жалоба на человека и воспримется это очень негативно. Я с вами здесь могу согласиться, понимаю ваши опасения, но и вам нужно понять такую вещь, что для самих же руководителей правильно, важно и ценно, что вы заботитесь о деятельности всей организации. То есть вы ставите не свои интересы превыше всего, а именно интересы организации. А в интересах организации сделать так, чтобы ее работе ничто не украшало. Пожалуй, не нужно говорить о том, что когда в дело вступают такие люди, как ваш начальник, это не все прямую угрозу деятельности организации. Вот, соответственно, то, что вам нужно и нужно во всей этой ситуации делать. Если действительно начальник не вряд ли может назначить нового человека, нового кадра без разрешения другого, без разрешения высшестоящего руководства, если есть такая информация, то она должна быть проверена и подтверждена. И тем самым вам по, опять-таки, правилам трудового законодательства, вам должно быть предъявлено уведомление о том, что вот такого числа, вы, например, увольняете или такого числа вступает там решение в силу о том, что на ваше место приходит кто-то другой. Пока это очень сильно похоже только на то, что он молодой, что ваш начальник, он просто-напросто к вам воспылал какой-то вот, не знаю, антипатии, что ли, и пытается вас выжить. И еще раз повторю, реагировать на это хоть как-то в негативном зеркальном ключе не имеет никакого смысла, потому что кроме как дальнейшей эскалации конфликта, вы больше ничего не получите, к сожалению. Ну, я, конечно, правда не знаю, к сожалению или к счастью, но вообще, я думаю, что к счастью, потому что, ну, если бы все проблемы на работе решались бы через личные какие-то распуски, личные ссоры, то, ну, вряд ли бы из этого могло бы получиться что-то хорошее. Вы с ним не родственники, чтобы, чтобы вступать в какие-то перепалки, но если на работе не сядет, нарушение там нового законодательства. То есть, еще раз, какие средства для решения вашей проблемы у вас есть? Есть средства личного характера, обращение внимания на то, что он говорит вам, на то, что он делает по отношению к вам и так далее. И есть средства трудового характера, когда вы, по сути дела, используете те моменты, которые, ну, условно говоря, вам получат. И в этом случае, чтобы на вас не досыпалось еще больше какого-то негатива, лучше всего вам удерживаться в рамках все-таки трудового законодательства и совершенно по-трудовому воспринимать то, что делает начальник и то, что происходит вообще в вашей ситуации. Потому что, чем более лично вы воспринимаете происходящее, тем легче вас спровоцировать, легче скомпрометировать и легче найти какие-то, как раз таки, предлоги для того, чтобы вас уволить. И если такие предлоги будут найдены, а при личном поведении это личный вопрос времени, то вам в этом случае не поможет даже начальство высостоящее, которое относится к вам, как я понял, достаточно хорошо. Вот что можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, понимаете, вам не переделать человека. Если вы, правда, будете адресованы конкретно вам, как вы говорите в первом варианте, то вы что, надеетесь как-то, не знаю, переубедить мужчину или как-то что делать? Решать проблемой невыдачи данных с высостоящим руководителем. Понимаете, это ваша прямая профессиональная обязанность. Если вы видите, что для работы нужны какие-то средства, а эти средства начальник не дает, то вы, соответственно, имеете полный право обратиться к высостоящему руководству. Просто потому, что по-другому работу не выполнить. И высостоящий руководитель оценит то, что вы делаете. И высостоящий руководитель оценит то, что вы хотите сделать. И, соответственно, спросит у ненастоящего начальника, почему он не выдал вам необходимые данные для работы. Ну, пусть они сами там разбираются, вы в этом не виноваты. Вам нужно что-то для работы, вы это получили и все. И третий вариант, в принципе, я уже сказал. Если он наиболее для вас приемлемый и наиболее правильный. Обращать внимание на таких космодуров, это, мягко говоря, о себе заво вред. Ну, и неплохо было бы понять, с какого определенного момента начальник начал так себя вести по отношению к вам. Скорее всего, там был какой-то конфликт, может быть, непонимание. И также вопрос с точки зрения, откуда вы знаете, что на ваше место другой человек всегда это указывает. Я думаю, так можно ответить на ваши вопросы. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok